Привет всем, я сегодня попробую сделать мини обзор, точнее рассказать в основном свои мысли по игре Doom для Atari Jaguar. Данная консоль есть в моей коллекции, ранее про нее ничего здесь не было канале, вот я решил этот пробел закрыть, это не будет естественно не прохождение, ничего тут там, просто пара мыслей про игру, ее сравнение, попытка сделать ее сравнение с классической думаю я пока, но я в целом пару слов про нее соответственно. Собственно первая особенность, первое отличие от другой вид менюшки при старте, вот и самое интересное, ну вы сингл, ладно режим игры можно вдвоем пробовать, но я не пробовал, Deathmatch сразу есть, не пробовал и второго геймпада у меня, по крайней мере, пока что нет, хотя стоит бы где-то отыскать, вот скажем так, и ну короче вот можно будет попробовать в будущем, вот самое интересное то, что нету классических сейвов сейвлоуд, можно просто продолжать игру с любого уровня, который был уже пройден, соответственно я чуть-чуть поиграл, прошел три первых уровня и можно начать игру с любого из трех, но естественно надо понимать то, что то, что вы будете при этом и без оружия, и без жизни, и без всего прочего, вот еще интересность этой консоли, в принципе главная интересность то, что игра полностью умещается на картридже, соответственно картридж на 4 мегабайта максимально, вот, то есть ну как бы это очень круто, то что Doom влез в данный объем, причем в принципе полностью влез, вот, и соответственно сейвы тоже влияются на картридже, его и промки, вот, то есть в электричестве, электричестве при записываемой памяти, вот, так, ну, соответственно, можно посмотреть, соответственно можно посмотреть теперь игру, у меня сложности первые, арену можно оставить первые, сингл, в принципе все, так, вот еще из особенностей то, что нет музыки, что очень грустно, и, видимо, это какая-то особенность консоли, связанная с производительностью, ну, короче, музыка есть, но только между уровнями, то есть надо предполагать то, что консоли сложно одновременно проигрывать музыку и игру крутить, видимо, данные процессы, ну, как идут через один канал, как так, то есть, ну, в общем, вот, графика, графика, ну, вполне приличная, но сразу видно, что игра чуть более бедная по цветам, по каким-то полутонам, и, ну, разрешение тоже у нее немножко погрустнее, ну, и как-то все выглядит в целом, достаточно, ну, ярко-желто, но крутится довольно плавно, то есть, есть, по крайней мере, хорошие предпосылки, предполагать, что в эту игру, ну, приятно наиграть будет на Atari, то есть, как говорят, что версия для Сеги Сатурн в этом смысле плохая, здесь, в общем, есть шансы, потому что все хорошо, опять же, версию для Сеги я, к сожалению, не играл, хотя очень хочется поиграть, поэтому, опять же, наверное, хотелось бы когда-то в будущем раздобыть Сатурн тоже, ну, в общем, вот, вот так, по управлению, управление интересное, но, в общем-то, тоже со своими нюансами, потому что приходится играть с геймпада, будет ли его видно, вот, геймпад с виду, ну, такой полу-геймпад для Calico Vision, полу-геймпад для, ну, полу-обычный геймпад, он смотрится странно по сегодняшним меркам, но, реально, он удобный, то есть, вот, по рукам оно очень круто, то есть, как бы, идея в целом хорошая, кнопки эти тоже, думаю, что, ну, как будто бы это чушь, на первый взгляд, но, если поиграешь, вот, в частности, в Doom, понимаешь то, что без вариантов, то есть, опять же, вот, играл я в Doom для Amiga, он красочный, кадров там, правда, мало, в секунду, но, так как геймпады ничего приличного нет, ну, играть в него проблемно, то есть, ну, как бы, с мышки делать сложно, вот, здесь все более-менее пристойно, то есть, влево-вправо поворот, стрейф, влево-вправо, по нажатию кнопки А, Б это огонь, а также С это открытие, вот, то есть, С это открытие дверей, стрейф, Б это огонь, А это бег, в принципе, вот, еще на этих кнопках, соответственно, расположена смена оружия, карта, выход из игры, все прочее, сейвов, лоадов нет, ну, как, ой, но мы это уже обсудили, соответственно, играть, в принципе, ну, можно, то есть, я спокойно, ну, как спокойно, относительно спокойно, по уровню прошел первых, не уверен, буду ли проходить эту игру, эту игру, ну, в целом, как бы, при желании, это можно было бы сделать, без особой боли, вот, ну, как бы, прикольно, но, как бы, управление с геймпада, конечно, свою боль в это дело вносит, но я думаю, что, если к этому привыкнуть, то, в целом, проблем быть не должно, так, ладно, вот, по графике тоже такая особенность, что, ну, сблизи, как бы, ок, но, вот, даже вот эти парни, их уже плохо видно, то есть, разрешение, конечно, основательно хуже, все замыливается, что сзади, тоже некоторые неудобства есть, но зато, блин, это полноценный дум на Atari, понятно, что Atari себя позиционировал, там, как, сколько там, она 64-битная консоль, или сколько там у нее, но, по сути, это примерно то же самое, что Amiga CD32, и по дайте выхода, то есть, это, там, 3-й, 2-й год, чуть-чуть попозже, да, получается, вот, ну, прикольно, на самом деле, так как любой ретро, это, в первую очередь, какие-то ощущения, и, то Atari это может дать, потому что, ну, просто прикольно, потому что это американская консоль, которая еще, реально была сделана в Америке, на прикольное поощущение, прикольно внешне, и, ну, в общем, в отличие от современности, ой, в отличие от того, что делают сейчас, очень круто, когда ее откроешь, во-первых, качество очень крутое, что я вскрывал ее, чтобы помыть и осмотреться, все ли там в порядке, ничего ли там не протекло, так вот, плата 93-го года, но она как новенькая, то есть, это круто, вот, во-вторых, очень круто, она в этом смысле сделана в стиле Amiga, опять же, CD32, то, что, чтобы ее открыть, нужно просто раскрутить четыре винта, все, и консоль полностью разбирается, у Amiga история примерно такая же, ну, и, как бы, круто, в общем, в этом смысле, очень прикольно, так, ну, я прошу уровень, наверное, на этом все, пока, спасибо за ваше обнимание, извините, если что-то где-то ошибся, что-то вяпнул, вот, надеюсь, было интересно, а за это время у меня экран уполз вверх, ну, в общем, вот, спасибо за внимание, до новых встреч!